В июне одна из эстонских фирм по координации гражданских инициатив проведет акцию гражданской дипломатии «Тысяча эстонцев» в Петербурге для знакомства жителей Эстонии с культурой северной столицы России, а также поддержки культурного экспорта Эстонии. Более подробно будет об этом нам сегодня рассказывать организатор этой инициативы Мелис Кубец. Доброе утро! Доброе утро! Ну вот культурный десант и название «Тысяча эстонцев». Откуда такое название и какова цель этого десанта? Ну скорее всего от соседа, потому что сосед-то большой, страна большой, поэтому туда надо идти уже с большим количеством коллективов и людей. Мне кажется, это во-первых. Во-вторых, Санкт-Петербурга и Тайлина, и не только Тайлина, других эстонских городов тоже характеризируют такие уважаемые, камерные, нежные и очень теплые отношения, которые можно уже оценить десятками годами. Есть просто огромное количество людей, которые там учились, работали, получили образование, любились, и мне кажется, что многие из них, наверное, и с нами приедут, и их дети, и родственники. Тысяча эстонцев. Кто эти счастливчики? Кто отправится в Петербург? Ну, наша целовая аудитория вся Эстония. То есть, во-первых, бренд называется «Тысяча эстонцев», но на самом деле мы говорим как жители Эстонии. То есть здесь, я думаю, что будет много-много русскоязычных людей, и будет русскоязычных коллективов, и будет журналистов, и будет культурный деятель, и будут и армянские, и одесские общины, и так далее, и так далее. Так что здесь нету такой критерии, что ты должен быть большим культурным деятелем. Это все-таки гражданская инициатива, которая миссия всего этого — показать город, держать отношения, смотреть друг от друга на глаза, и держать вот такой дружеские отношения и дружеский дух, который всегда характеризирует этих городов. Так что у нас как бы границ нету. То есть обычный человек может, извини, зарегистрироваться и поехать вместе с вами? Больше того, могу сказать, что никакой регистрации не будет. То есть мы все-таки, оргкомитета нету, цензуры нету, и все это как бы в таком гражданском инициативе и форуме. То есть идея заключается в том, что мы создали формат, и формат — это даты с 9 до 12 июня. Как люди туда попадут, мы попробуем предлагать какие-то транспортные решения, там специальные поезда в сотрудничестве разными, там компания РЖД, и эстонские железные дороги, и Каурель, и автобусы, и так далее. Но не будет такой формулы бюрократизации, анкетов. По списку пропускать людей, да? Нет, нет, нет. В Питере нельзя по списку. Ну, такое мероприятие, кажется, в свободном достаточно режиме, но, тем не менее, тысячи человек все-таки организовать ее достаточно сложно. Если здесь понятно, что вы являетесь организатором, на российской стороне вам кто-то помогает? Конечно, мы здесь, Россия такая страна, и вообще все зарубежные такие проекты, это не первые. Здесь надо это все аккуратно согласовать и, во всяком случае, проинформировать партнеров. И нашими такими стратегическими партнерами, конечно, есть эстонское генеральное консульство в Санкт-Петербурге, и посольство Российской Федерации в Тайлинне, которые оба очень активно нас поддерживают, потому что инициатива гражданской дипломатии опирается к гражданской инициативе, но не на деньги налогоплательщик. Но это не значит, что мы как-то хотели совсем суверенно и без государства это делать, потому что тематика такая тонкая. Так что посольство поможет, губернаторство поможет, и многие разные партнеры, начиная с великих всемирно известных театров и концертных салов, все будут наши партнеры. Мы говорим о том, что этот десант культурный. Какие культурные мероприятия предусмотрены в эти дни? Не хочется еще никаких секретов. Подавать? Да, и можно еще сказать такое, что нету этих секретов еще. То есть это все процессы, но и, конечно, есть много идей. Я думаю, что где-то в начале марта мы объявим такую первоначальную программу. Но в первую очередь хочется наших людей толкать, в самом хорошем смысле этого слова, толкать по улицам Питера, показать в течение этих нескольких дней историю города, великих дворцов, концертных салов. Там есть куча фестивалей, которые в любом случае без нас там уже как бы идут и действуют. Поэтому нам просто надо найти эти места и приглашать наших людей туда. Но понятно, что будет много эстонских культурных театров, которые тоже будут участвовать и предлагать свое искусство. Там презентации книжек, открытый выставок, там теннис будем играть, будет народный шахмат имени Паула Герреса. Мы знаем, что в шахматном мире этот год имени Паула Герреса. И много чего интересного. Ну, такая организация хорошего досуга, приятного достаточно. Вот Лена в начале сказала, что все-таки это акция в том числе гражданской дипломатии. Ну и собственно организация, да, корпородипломатия это называется. Где место-то этой самой дипломатии, хотя мы говорим все о культуре, культуре, культуре. Может быть тысяча россиян потом приедет к нам в Эстонию? Ну, мне кажется, что в Эстонию приезжают не тысячи россиян. Гораздо больше? Гораздо больше, да. Как бы с одной стороны, с этой стороны как раз все неплохо. На самом деле эстонцы тоже едут в Питер. И вот сейчас я общаюсь в течение нескольких месяцев с людьми. И знаете, несмотря на то, что я бываю все-таки в России, или летаю через Москву, или много общаюсь с российскими и русскоязычными коллегами, для меня тоже было удивительно, что как трогательно и как приятно люди из Эстонии, эстонцы и русскоязычные люди воспринимают Питер. То есть люди на самом деле ходят в Питер. И хочется, чтобы это окно или дверь, чтобы она была еще больше открыта. Хочется, чтобы в сентябре, когда эстонская семья думает, куда на выходные ехать на Сарема-спа или в Пермь гулять, чтобы они рассматривали вариант Мариинского театра, который прямо сейчас нас приглашает, потому что рубль-то делает такое сицилийское предложение. Трудно отказаться. Ну что же, большое спасибо. Я думаю, что с помощью этой гражданской инициативы, народной дипломатии действительно дверь в Питер будет открыта широко и гостеприимно. Мы благодарим Мелиса Кубица, который является, собственно, организатором этой замечательной акции. Приглашаются все желающие, кстати. Так что имейте в виду, всю информацию можно получить где? Я думаю, что в первую очередь через ЭТВ+, потому что ЭТВ будет нашим таким стратегическим партнером по СМИ, так что смотрите ЭТВ+. Вот, отличное предложение. Будем следить за развитием событий, за поступающими новостями, которые и мероприятиями, которые будут происходить в рамках этой гражданской инициативы. А сейчас от темы культуры переходим к музыкальной паузе. Продолжение следует...